Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео поговорим, кому же лучше живется в условиях санкции iOS-разработчиком, либо Android-разработчиком. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «Ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Итак, я выделил несколько критериев, и давайте пройдемся по ним. Первый критерий – удар по крупному бизнесу, так называемому «Биг Теху». Тут паритет, то есть одинаково iOS ударил, и iOS и Android одинаково ударил, множество санкций, особенно это коснулось банковской сферы, но при этом паритет. Хотя Apple, скажем так, еще применила необоснованные санкции в плане того, что они сами проявляли инициативу и блокировали крупные приложения. Но это все касается именно «Биг Теха». Чуть-чуть жестче работает в этом плане iOS. Далее мы поговорим уже по небольших разработчиков, которые работают либо сами на себя, либо работают в небольших компаниях. Следующий критерий – это невозможность произвести оплату в магазине. Но тут все очень сомнительно. Смотрите, с одной стороны iOS, которая, как бы, мы говорим, что ударила по «Биг Теху», но когда мы смотрим на мелких разработчиках, то, тем не менее, остается возможность оплаты с мобильного телефона МТС. И Билайна, по-моему, если я не ошибаюсь, но я плачу через МТС. И тут уже невозможность оплаты, мы разбираем невозможность оплаты аккаунта разработчика. Я не могу сказать насчет новых аккаунтов, но, например, у меня был аккаунт до санкций, где-то за два года до всего этого. Это, наверное, даже не так. Я в 2021 году, кстати, приобрел MacBook. Значит, в 2021 году я сделал аккаунт, обычно, не разработчика. Но уже где-то, у меня аккаунт был с тех времен, но год назад я оплатил себе аккаунт разработчика, и у меня без проблем списалось с телефона МТС. То есть, аккаунт разработчика вы в iOS можете оплатить без проблем через МТС, хотя сейчас, сейчас вроде как прошел слуг, что Apple планирует дать возможность альтернативной оплаты своих услуг. То есть, что-то сейчас Apple сделает, и, по-моему, на днях говорили, что Apple заплатила крупный штраф в России. Поэтому Apple явно заинтересована в рынке, и она явно заинтересована в русскоязычных российских разработчиках. Поэтому Apple, хотя делает жесткие санкции крупным корпорациям, но, тем не менее, наблюдается тенденция поддержки частных разработчиков. И это не может не радовать. В Android немножко другая, как бы, схема. То есть, вы теперь напрямую не можете заплатить за свой аккаунт на Play Market, но зато есть альтернатива. То есть, да, вы можете загрузить свои мобильные приложения в альтернативные магазины, их множество, в том числе и российский Рустор. Но проблема в следующем. Да, даже, смотрите, вы можете не только загрузить на альтернативные площадки, вы можете в Android, я уже говорил в своем предыдущем видео, что по факту iOS – это операционная система. Android – это конструктор, это неполноценная операционная система, это конструктор, на которой строятся различные другие операционные системы для каждого производителя смартфона. И в iOS очень сильная структура безопасности, поэтому там нет аналогов по установке мобильных приложений, что с одной стороны, как бы, является монополией, да, но с другой и является не очень-то удобным, особенно для частных разработчиков. Но, тем не менее, с другой стороны, это хорошая гарантия безопасности. В Android все по-другому, в Android нет никакой гарантии безопасности, но при этом можете установить и с аналогичных площадок, и не обязательно с гугловской площадки, вообще можете дать АПК-файл, который просто любой человек сможет поставить себе на смартфон. Но есть, да, есть тут страховка в Android, что есть другие площадки, аналогичные площадки, но, тем не менее, ими мало кто пользуется, потому что все равно все устанавливают через Play Market. Потому что все остальное очень сомнительно, и не так хорошо работает. Когда вы начнете ставить там приложение, сто раз вас предупредят, что это небезопасно, и это многих пользователей отталкивает, судя с кем я общался. И поэтому, да, есть нюансы по, скажем так, по аналогичным решениям. Тут нет монополии, есть варианты по аналогичным решениям, где можно поставить мобильное приложение. Но все это работает очень плохо и не пользуется большой популярностью. То есть, смотрите, по пункту невозможность оплатить аккаунт разработчика, плюс я в этот пункт еще добавил невозможность оплатить различные платные мобильные приложения и обычным пользователям. То есть, все это в одном пункте. В целом, оплата услуг, официальных площадок, да, то в iOS мы видим, что у нас, и мы можем по-прежнему оплатить с МТС, плюс сейчас скоро, я так понимаю, ведут аналогичные способы оплаты напрямую в App Store. Поэтому, потому что Apple пойдет на это, потому что им проще разрешить, чем нежели ввести аналогичные способы, аналогичные магазины. То есть, в магазине компании Apple проще сделать возможность аналогичной оплаты, но напрямую к компании Apple, нежели создавать, разрешать, ставить приложение из других мест. Скорее всего, Apple пойдет на шаг в том, что можно будет оплатить и не напрямую через официальную Apple. Но это, скорее всего, так и будет. В Android же мы видим, что у нас нет возможности оплатить никаким образом с российских карт, с российских номеров. Но есть аналогичные площадки, через которые все работает очень криво. Но при этом и даже есть обходной путь, если у вас нет старого аккаунта, даже обычного. Возможно, на новых аккаунтах также можно с картой МТС заплатить, с телефонного номера МТС. Я не в курсе, но, я же говорю, на своем опыте у меня был обычный аккаунт, который был подключен номер МТС. И я с обычного аккаунта уже в условиях санкций перешел на аккаунт разработчика без проблем. Но даже если у вас все это, вы хотите официальными магазинами работать, не хотите вот это извращаться, типа как с Рустором, то вы можете всегда купить аккаунт иностранного разработчика. И тут же плюс идет, потому что в Android вы платите один раз и все больше не платите. Единовременный платеж, веб, при работе с Apple вам нужно будет оплачивать каждый год. И, насколько я помню, значит, за аккаунт иностранного разработчика вам обойдется примерно 25 тысяч рублей в год ежегодно за Apple. А под Android вам это обойдется, если я не ошибаюсь, в районе 10 тысяч рублей, что-то такое, заплатите и у вас он пожизненный этот аккаунт. То есть, если мы берем невозможность оплаты в магазине как разработчикам, так и обычным пользователям, тут все-таки плюсом идет, я бы отдал сторону iOS, потому что, ну, хотя с натяжкой, потому что тут, там и там есть минусы и плюсы, есть обходные пути. Наверное, все-таки паритет тоже все поровну. Аналоги магазина, мы уже поговорили, что у iOS нет аналогов, у Android есть, но они работают в Киево, поэтому плюс небольшой идет в Android. Теперь регистрация разработчика, мы тоже про это поговорили, что все равно проще стало зарегистрироваться iOS-разработчику, нежели Android-разработчику. Но опять же, есть возможность купить иностранный аккаунт, что для Android намного проще. Тут тоже более или менее поровну тогда получается. Модерация приложений. Так как компания, так как App Store это более безопасная такая площадка, нежели Google Play, то здесь к модерации приложений подходят очень сурово. И у вас могут приложения проверять даже не только на этапе загрузки, а в любой момент, даже если когда на год проработают у вас, у вас все равно могут это приложение проверить. Поэтому здесь, конечно же, проще с Android, и поэтому плюс уходит в Android. Я выделил такой же еще пункт, как чрезмерная самодеятельность крупных компаний в отношении бизнеса, и эту самодеятельность больше проводит iOS. Но проводит iOS именно для крупных компаний, типа ВК, типа банки, типа для подсети компаний. Обычные, более или менее мелкие компании или частные разработчиков, у них также все хорошо, и нет никаких санкций, естественно. Поэтому вот эта вся чрезмерная самодеятельность вот этих топовых маркетплейсов в приложении, он касается лишь крупных компаний, поэтому здесь плюс-минус одно и то же. И давайте поговорим про вакансии. Вы сейчас скриншоты увидите у себя на экране. Значит, по поводу вакансий. Я по HeadHunter посмотрел, смотрите, iOS разработчик у нас идет опыт от 1 до 3 лет, по всей стране 94 вакансии, нет опыта 20, ну, грубо говоря, плюс мы берем лишнее, ну, пусть будет 100 вакансий. Когда мы говорим про Android разработчиков, у нас от 1 до 3 лет 155, и нет опыта 180, ну, пусть 170. Ну, процентов, наверное, на 30-40 здесь больше вакансий в Android, чем в iOS, но и так всегда было, потому что в Android было всегда больше людей, потому что в iOS разработку очень сложный вход, потому что нужен MacBook. MacBook сейчас стоит от 120 тысяч, наверное, где-то так, от 100 тысяч. Но, опять же, MacBook нужно брать с оперативки 16 гигабайт, чтобы он хорошо работал. По-моему, в районе 130 тысяч, MacBook Air на чипе M1, что-то такое, ну, как он вот у меня. И нужно инвестиции, поэтому всегда по статистике в iOS поменьше людей заходят, чем в Android. Ну, и плюс, если мы брать будем конкуренцию, и будем брать наличие вакансий, да, то плюс-минус одна это одна, один и тот же рынок, одно и то же. Конечно же, вакансии сильно уменьшилось. Но при этом все очень реально, тем более, смотрите, если мы посмотрим на удаленку, у нас в Android 32, в iOS 27. Но если мы возьмем без опыта, у нас получается удаленка 13 на iOS, и Android, 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 удаленка без опыта, удаленка 7 вообще, ну, без опыта. То есть, в любом случае, перевес идет в сторону, ну, а, это по Android без опыта 7 получается, а под iOS без опыта у нас получается 20 вакансий. Ну, то есть, что мы видим, в iOS ником очень классно живется, если они работают удаленно, пусть есть небольшой опыт или опыт своих коммерческих проектов, и, возможно, найти что-то интересное. И, поэтому, ну, опять же, тут выбрать, что, Android или iOS, куда идти, тут, собственно, выбор своих предпочтений. Если вам прям нравится сильно, короче говоря, в iOS разработку нужно идти, если она вам прям нравится, эта экосистема Apple, вот это вот все, вам нравится это, тогда стоит идти, вам не нравится это, тогда идите в Android. Но, в целом, в целом, подводя итог вот всему вышесказанному, проще жить iOS разработчику или Android разработчику. Плюс-минус одинаково, плюс-минус одни и те же санкции, но просто у iOS разработчиков попроще в плане оплаты аккаунта разработчика, попроще выхода, попроще работать удаленно, но при этом проще все-таки устроивать, если вы хотите работать в компании, прям в компании, в офис ходить, не удаленно, а в офис ходить, то проще устроиться Android разработчиком, нежели iOS. Хотя в iOS плюс, если можно устроиться проще удаленным разработчиком. Так что санкции, да, есть, но при этом плюс-минус жизнь налаживается, не так все жестко, компании ищут пути выхода, и Apple прямо активно работает на этом рынке, и прямо они классно все это движутся в правильном направлении. Но при этом кому проще, да, в принципе, тем и тем нормально. Тут, собственно, сюда нужно заходить, если вам хочется этим заниматься, тогда стоит заходить, если не хочется заниматься, тогда не стоит заходить. Вот такие, и такое вот мое мнение. На сегодня у меня все, с вами был проект Mabu, до встречи на следующих эфирах, всем пока!